Эй, всем привет, с вами Дава Дым и сегодня мы будем снимать обзор на табак Бали. Про это чуть подробнее расскажу чуть попозже, а сейчас где мы собственно все это снимаем. Мы снимаем это в кальяной Хука Лаунж, которая работает практически 24 часа, находится она по адресу профсоюзная 56 метро Новые Черемушки и от метро буквально 5 секунд пешочком, прям вот упираешься. В чем примечательно это кальяная? Помимо того, что здесь очень много окон, здесь очень светло, здесь есть компьютерный клуб. Это новый тренд кальянных, я считаю, что это кибер-кальянные, кибер-хука лаунжи, когда ты типа играешь на компьютере и заодно и куришь. Поэтому, думаю, такая прогрессия на рынке, она скоро будет популярной, потому что когда-то раньше она была популярной, это были компьютерные клубы, потом они ушли как бы на дно и сейчас уже это кальянный и компьютерный клуб. Так вот, сегодня у нас обзор табака Бали. Почему Бали? Когда я подходил на стенде к ребятам о табаке Бали, я спросил, почему Бали? Табак индийский или нет? Почему так называется? Они мне сказали, что табак называется не Бали, а Бал-Л, то есть как бы с турецким произношением, как будто мед, то есть Бал, да, мед. Так вот, у меня есть топ вкусов, это 5 топовых вкусов, это ананас, это кис, а это фисташковое мороженое, это милки-мелон и чизкейк-мелон. То есть, собственно, из них 3 вкуса мы забили, это ананас, кис и, собственно, фисташковое мороженое. Мороженое? Мороженое. Так вот, давайте про него немного расскажу, я уже прокурил все эти вкусы и сейчас, соответственно, с вами их тоже прокурю. Табак легкий, примерно 3-4-5, то есть не больше 6 по крепости, очень ароматный, с очень прикольной ароматикой. Когда я подошел к ним на стенде, я думал, ну, что-то обычное такое, а-ля Щербетли от Даля, с одного и того же завода под новым брендом. Но нет, табак отличается практически всеми параметрами. Во-первых, у него нет привкуса во всех вкусах кактуса, он не слишком мятный, то есть все вкусы не слишком мятные, да? Особенно эта проблема затрагивает такие табаки, когда во все хуярят мяту и во все хуярят просто какую-то основу кактуса, да? А, так вот, по жаростойкости чуть-чуть выше среднего, но не стоит с этим играться. Табак красного цвета и, собственно, если смотреть последние тенденции, мы понимаем, что в Европе, помимо того, что запретили печатать название вкусов, то есть именно фруктовых, также печатать изображение фруктов и крашеный табак, то есть табак должен быть естественного цвета. В данном случае у нас табак красного цвета, очень такой обычной консистенции классического, собственно, табака. Давайте сейчас попробуем наш первый вкус, это ананас. Ананас отличается очень сильно от ананаса от аргелени, веги и всех других, потому что он здесь больше как будто именно ананасовый сок, с мякотью. Табак очень дымный. То есть, ну, я прокуривал его дома, не знаю, наверное, дней 5, наверное, точно, каждый вкус один день. Мне показалось, что ароматика у него, она яркая, она долго держится, но при этом она почему-то начинает поднадоедать. Скорее всего, это связано с тем, что я каждый вкус прокуривал чистым и, в принципе, не миксовал, и было бы довольно-таки интересно, да? Из проблем почти в каждом вкусе я прочувствовал немного вот такой химии. Допустим, я не помню, какой вкус, но он прям жестко отдавал ацетонам. Здесь больше ананас, именно такой нектаровый, то есть, именно сок ананаса. А теперь у нас идет фисташковое мороженое, да? А фисташковое мороженое не совсем фисташковое мороженое. Я бы это больше сказал бы молочно-мятный вкус, потому что фисташки в нем не так сильно проявляются, как, допустим, хотелось бы. Да, допустим, никак фисташки от нахлы. В этом вкусе между самим мороженым и мятой фисташки полностью затерялись. Это просто мороженое с мятой. Никакого привкуса фисташек в нем, в принципе, так ярко не чувствуется. Есть такое маленькое окончание какое-то, и на этом как бы все. Учитывая, что мы курим на 4-22 углях, то как бы дискомфорта в плане перегрева, он не дает такого сильного. Да, чувствуется маленький перегрев, но нет вот такого отвратного чувства, когда табак начинает давить. Да, жалко, что фисташка очень сильно теряется в этом вкусе. Но было бы круто, если она была бы ярче намного. И поменьше бы туда мяты. Вот просто сделать мороженое, не мятное мороженое, а именно кремовое мороженое, такое типа крем-брюле плюс фисташка. Думаю, было бы круто. И, наверное, самый топовый вкус, по моему мнению, это кис. Я понятия не имею, что это за вкус, а что такое поцелуй. Когда я первый раз в жизни поцеловался, я не ощущал такого вкуса. Поэтому это что-то свежеягодное, очень сладкое. С ноткой грейпфрута. И почему-то я в последнее время стал во всех ароматах вкусы чувствовать траву. Да, это, скорее всего, грейпфрут с чем-то. Это, наверное, самый мой топовый вкус, который мне понравился из этих пяти вкусов. Табак производится в Турции. И он по ценовому сегменту, он так же, как и щербетля, далее гиксом, будто и все остальное. Есть еще два вкуса, которые я уже прокурил дома, и я их оставил, как бы, уже просто незабитыми. Это милки-мелон, это дыня. А, вот. Кстати, да, дыня, кстати, и отдает очень сильно ацетонам. И, конечно же, лимонный чизкейк, то есть, ну, лимонный пирог. Лимонный пирог, он, не знаю, насколько лучше он отдали, щербетли, да, но он немного своеобразный. Если ты человек, который привык к курению щербетовского, либо адальевского пирога, лимонного, то этот вкус тебе будет сложно курить, потому что он так же кардинально отличается. Что касается ароматики, как я и говорил, она очень яркая. Даже по истечению какого-то срока курения, да, там, те же полчаса, те же 40 минут, вкус все равно остается, при этом остается немного дымный. Табак безакцизный, и акцизным вряд ли будет, потому что, как мы знаем, все эти табаки этого сегмента, они всегда остаются безакцизными на территории Российской Федерации. Так же, ну, что охота так же сказать, что пачка немного стремноватая. Во-первых, пакет пропечатан очень плохо, нормального вот этого язычка для открывания тоже нет. Внутренняя пачка тоже крайне неудобная, потому что, чтобы ее порвать, нужны ножницы, и ее очень сложно открыть руками. Пакетик у нас такой термо-серебристый, герметичный, максимально обычный, без всякой перфорации, всяких рисунков, просто Бали. Баллы. Баллы. Прикольно. Народу русскому, наверное, будет сложно привыкнуть, и, скорее всего, ихняя пиар-компания по названию Баллы все-таки будет провальной, и он останется Бали. Ананас у нас до сих пор курится очень хорошо. Проверим фисташку. Фисташка начинает немного давить именно тем, что она становится резкой. Как будто идет переизбыток ароматики, и она начинает давить по четырьмя углями. И, собственно, наш кис. Кис тоже очень круто курится. Не, ароматика давит. Прям ее слишком много, я считаю. Советовать вам табак или не советовать, я не знаю, но можно попробовать, потому что он не такой дорогой. Я знаю уже много кальяных, о которых я его встречал, о которых еще до выставки мне его предлагали. При этом этот табачок курится довольно-таки неплохо. И в повседневном обычном курении, те, кто не хочет убиваться, да, там каждый день утром, там вечером, который дома курит, то, думаю, Бали ему будет самый рад, потому что, во-первых, недорогой, он легкий, максимум это шестерочка, что можно с него выжить, да. И третье, это, наверное, его цена. Или про цену я уже говорил. Короче, он приятный, хороший, я просто не знаю, как еще по-другому сказать. Что касается всей вкусовой линейки, она большая. То есть у меня именно самые топовые вкусы, которые есть в этом табаке. Их пять, такой топ пять. И вообще мне, бля, надо писать сценарий, мне кажется, потому что я об этом табаке очень много сообразил мыслей, но во время съемки я почему-то их забываю. Поэтому это Дава Дым, это кальяная Хука Лаунж, кибер-кальянная, которая находится по адресу Профсоюзная 56 в торговом центре Черемушки и Табак Бали. Пишите свои комментарии, кто его пробовал на выставке или еще где-то. Просто производителю, думаю, будет удобно это почитать. Производителю, думаю, будет очень полезно почитать ваше мнение, такой фидбэк. Давайте, пока.